В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Стратегия развития региона. Саровчанам предлагают проголосовать за будущее Нижегородской области. Мошенничество в особо крупных размерах. Саровский городской суд вынес приговор по строительству таунхаусов в Кизе. Скетч Плюс во Дворце детского творчества начала работу новое творческое объединение. Далее расскажем обо всем подробно. К созданию стратегии социально-экономического развития Нижегородской области подключились более 400 экспертов регионального и федерального уровней. Перед ними стояла задача создать детальный план развития, который определит будущее региона более чем на 10 лет вперед. Основное направление стратегии – повышение уровня жизни, создание комфортной среды, развитие инфраструктуры и социальной политики. Подробности далее. Обсуждение стратегии развития региона проходили на различных уровнях и во всех субъектах области. В результате было получено более 500 тысяч предложений по улучшению жизни в регионе. В реализации стратегии развития каждый город играет свою роль. Сама стратегия говорит, что вот где на какой территории что-то лучшее есть, то и должно развиваться. Федеральный ядерный целый, разработки на благо обороны страны, компьютерные технологии для всех, лазерные технологии для Нижегородской области, для всей страны. Итогом нескольких месяцев работы стал документ – проект социально-экономического развития Нижегородской области. В ближайшее время он пройдет процедуру широкого общественного обсуждения. И стратегия, которая представлена на суд жителям, охватывает все стороны жизни. Народ заинтересован в том, чтобы эта стратегия была и чтобы было понятно, что нас ждет к 2024 и к 2025 году. 9 сентября, в день выборов губернатора Нижегородской области, на избирательных участках будут работать общественные комиссии, где каждый саровчанин сможет проголосовать за стратегию развития Нижегородской области. Еще в прошлом году отдел экономической безопасности саровской полиции проводил проверку по факту мошеннических действий, связанных со строительством трех таунхаусов на территории Тиза. Правоохранительные органы разыскивали саровчан, заключивших договоры на приобретение земельного участка, перед которыми не были выполнены обязательства по завершению строительства. И вот, наконец, в августе этого года Саровский городской суд поставил точку в громком деле о строительстве Лондонхауса. Если ввести в поисковой строке фразу «Лондонхаус Саров», то интернет выдаст сразу несколько вариантов ответа. Это и группа ВКонтакте с указанием стоимости квадратных метров, и фотографии того, как будут выглядеть те самые дома, что на въезде в Тиз, по завершению строительства. Однако приобрести это жилье уже не удастся. Застройщики получили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». То есть, течение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Совершенная группа лист к предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере повлекшее за собой лишение права граждан на жилые помещения. Начиная с 2014 года, риэлторы повсеместно рекламировали жилой комплекс «Лондонхаус». На заманчивые предложения велись дольщики и вкладывали в строительство по несколько миллионов рублей. Общая сумма ущерба от деятельности риэлторов составила более 45 миллионов. Как оказалось, у собственников агентства недвижимости не было соответствующего разрешения на строительство. А участки на въезде в Тиз вообще не предназначены для постройки многоквартирного жилья. В прокуратуре ЗАТО города Саров в 2015 году проводилась общенадзорная проверка. При проведении данной проверки с гражданки, зарегистрированной в городе Саров, были взяты объяснения, в которых она под подпись заявляла, что ей доподлинно известно, что на данных участках земельных разрешена лишь индивидуальная жилая застройка. Стройка таунхаусов началась в 2015 году, а уже зимой 2016 встала. По мнению прокуроров, у супругов вообще не было цели достроить дома. Они лишь создавали видимость работ, понимая, что разрешения на данный вид строительства у них нет. Приговором Саровского городского суда Нижегородской области от 24 августа 2018 года подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений. Им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы и 6 лет 6 месяцев лишения свободы, соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Оглашение приговора судом длилось 6 часов. В садейном супруги не раскаялись, свою вину не признали. Осужденные намерены обжаловать приговор. С 1 октября Саровский отдел ЗАГС переходит на федеральную систему Единого государственного реестра актов гражданского состояния. Поэтому в течение месяца могут возникать перебои с приемом заявлений на перемену имени, регистрацию или расторжение брака, а также выдачу повторных свидетельств. Также в связи с внедрением новой системы изменяется режим работы ЗАГСа. С октября выходными днями станут воскресенье и понедельник. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В департаменте образования рассказали, что делать родителям, которые сталкиваются с незаконным сбором денег в школах. Прежде всего, о коррупционных проявлениях нужно сообщать в сам департамент образования по телефону 490-03. Кроме того, в Саровской полиции действует телефон доверия, по которому каждый житель в любое время суток может позвонить и сообщить информацию о правонарушениях и преступлениях. Запись производится на автоответчик по номеру 743-35. В четверг, 13 сентября, на площади Ленина пройдет очередной сбор помощи для животных из городского приемника. Неравнодушные соровчения могут принести сухой корм педикой, чистые полотенца или постельное белье, ветеринарные препараты, моющие средства. Все это можно будет передать волонтерам 13 сентября в 19 часов. Те, у кого нет возможности прийти на сбор, могут передать помощь в магазин «Лемур» в торговом центре Куба. Акции помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проходят в нашем городе постоянно. Благодаря неравнодушным людям малыши получают игрушки, констовары, ценные подарки и сладости. Стоит хотя бы один раз побывать в детском доме, чтобы понять, эти дети, как никто другой, нуждаются в любви и внимании. В этом году к благотворительному движению в нашем городе присоединились ветеринары и их питомцы. Благодаря акции «Не остуди свое сердце» под руководством Ольги Флотской дети Темниковского детского дома, Теплого дома и детского сада 46 чувствуют поддержку, любовь и внимание каждый день. К акции решили присоединить свет врач Юлия Люкина и ее пациенты. Очень оказалось много неравнодушных пациентов. Буквально на несколько дней была собрана достаточно большая сумма средств, которая пошла на то, чтобы закупить констовары для малышей, подарки и только к учебному Новому году. В этот раз, кроме игрушек и констоваров, дети получат еще один подарок. Давно известно, что общение с собакой помогает малышам улучшать память, речь, социальные навыки, избавляет от тревоги, развивает моторику и координацию движений. Собака дарит свою любовь совершенно бескорыстно и тем самым учит детей любить. У многих пациентов, которые очень быстро откликнулись и оказали свою помощь, могут предоставить своих животных. Они обучены, они для социализации детишек, они абсолютно адекватные, все привиты от всех вирусных заболеваний, обработаны и дегерметизированы полностью. Даже предоставили машину нам для того, чтобы доехать до Темняковского детского дома. Обычно благотворительные акции приурочены к праздникам. Но помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, нужна всегда. Они очень рады гостям, любят игры и живое общение. Сделать жизнь этих малышей ярче под силу каждому. Подарки можно приносить в Дом Книги на Музруково. Или выбрать время и собраться в одну из поездок вместе с волонтерами. Узнать подробнее о благотворительной акции «Не остуди свое сердце» можно по телефону 5-15-08 и 8-951-908-18-52. В Дворце детского творчества открылось новое творческое объединение «Скетч Плюс». За один учебный год школьники примут участие в серии связанных между собой мастер-классов, благодаря которым ребята смогут почувствовать специфику каждого инструмента художника. Подробнее о новом объединении расскажем в следующем репортаже. Новый учебный год во Дворце детского творчества «Новый педагог» и, как следствие, новое объединение художественной направленности «Скетч Плюс». Елена Лемясева приглашает детей освоить технику быстрых зарисовок. И это идеальный жанр для начинающего художника. Такие рисунки довольно простые, они позволяют почувствовать уверенность в своих силах. Он очень хорош как раз для начинающих художников, для того, чтобы освоить материал и быстро набить руку, для того, чтобы перейти к более серьезным работам. Особенность «Скетча» в том, что рисунок выполняется достаточно быстро. Это позволяет художнику за 30-40 минут представить зрителям законченную работу. Все, что нужно, это лист бумаги и желание творить. Инструменты можно использовать самые разнообразные, от простых карандашей до профессиональных фломастеров и акварели. «Скетчи подразумевают разнообразие материалов, поэтому у нас и плюс, потому что мы не будем с детьми работать одним материалом, мы будем пробовать все». Эта техника настолько проста, что не требует навыков профессионального художника. «Скетч» развивает творческие качества, внимательность, умение поймать момент и видеть хорошую композицию. За год ребята научатся рисовать скетчи гелевыми ручками, маркерами и красками, чтобы каждый смог определиться, что ему ближе, с чем интереснее работать и найти свой стиль. «Начинать будем с простого, с упражнений, всяких заливок, пробовать, как этот материал работает. И дальше скетчи у них будут каждую неделю». Уроки будут включать в себя и академические нотки. Елена познакомит ребят с законами композиции, перспективы, светотени, а также научит не бояться испортить скетч и начать все сначала. Ластик на занятиях не понадобится. Дети научатся спокойно относиться к своим ошибкам и превращать их в достоинство своей иллюстрации. Осень – время утепляться, и у вас есть только два дня, чтобы приобрести шубы из натурального меха со скидкой до 50%. Кировская фабрика «Зимняя сказка» вновь приехала в наш город с выставкой-ярмаркой своих изделий. Натуральная шубка всего за 10 тысяч рублей. Это не вымысел, а «Зимняя сказка». Всего два дня – 6 и 7 сентября в Ледовом дворце работает выставка-ярмарка меховых изделий. Более тысячи моделей из меха-норки, енота, кролика-рекса, сурка, нутрии, а также из мутона и каракуля. Весь размерный ряд, любые фасоны и расцветки. Меховое пальто по душе здесь найдет каждая мотница. На нашей выставке представлены очень демократичные цены. То есть вот такую норковую курочку можно приобрести по цене за 33 900 рублей. Вот такую мутоновую шубку можно приобрести всего лишь за 10 тысяч рублей. И данную курочку из холофайбера за одну тысячу рублей. Одни из самых доступных шубок – мутоновые. Их преимущества неоспоримы. Прежде всего, это невысокая стоимость. Они очень ноские и теплые, но при этом невероятно легкие. Для любителей максимально теплой одежды – шубы из енота. Ну и, конечно, на ярмарке «Зимняя сказка» богатый ассортимент меховых пальто изнутри и кролика-рекса. Мех, который никогда не выйдет из моды – это норка. Сотни моделей шуб и полушубков из него вы найдете в Ледовом дворце. Отличный выбор – пальто-трансформер. Благодаря скрытым молниям такая шуба легко меняет свою длину и длину рукавов. Таким образом, покупая эту модель, вы приобретаете сразу четыре шубы. Меховые куртки для тех, кто ценит легкость и комфорт. Удобные и теплые. Они представлены в различном мехе, разных цветах и фасонах. А еще на выставке «Зимняя сказка» представлены жилеты. Как популярные модели из песца, так и очень стильные из овчины. Здесь же огромный ассортимент головных уборов, меховые варежки и домашние обувь, куртки из эко-кожи и холофайбера, а также дубленки. На нашей выставке представлены как наличный, так и безналичный расчет. Есть кредит на очень выгодных условиях и скидки до 50%. Компания «Зимняя сказка» на рынке меха уже более 10 лет. За эти годы она зарекомендовала себя у покупателей. Своё зверохозяйство, опытные дизайнеры и высококвалифицированные мастера по выделке и пошиву меха гарантируют высокое качество предлагаемых изделий. Добро пожаловать в «Зимнюю сказку». Ледовый дворец. 6 и 7 сентября с 10 до 19 часов. Приходите и выбирайте шубку по душе. Восточная мудрость гласит – мед, лекарство от 100 болезней. Полезное и вкусное лакомство соровчане могут приобрести в Центре культуры и досуга в Нее. Там открылась выставка «Медовая феерия». Десятки сортов полезного и очень вкусного лакомства мёда вы найдёте в Центре культуры и досуга в Нее. С 5 по 9 сентября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Пчеловоды Михайловы предлагают своим покупателям лучшие сорта мёда со своей пасеки, качество которых они гарантируют лично. Приезжая в наш город, они внимательно следят за тем, чтобы ассортимент полезного лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта мёда. Например, дальневосточный шмелинный мёд. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А ещё любимый многими хвойный мёд. Конечно, на ярмарке вы найдёте и традиционный мёд. Липовый, майский, цветочный, высокогорный. И мёд с акации, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мёд с акации – очень хороший мёд. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. Осенью в сезон простуд и вирусных заболеваний необходимо заботиться о своём иммунитете. И тут на помощь придёт мёд с продуктами пчеловодства. Например, хорош для профилактики прополисный мёд. На ярмарке есть мёд только с прополисом, а также с прополисом и кедровой живицей. Мёд диких пчёл также содержит в себе продукты пчеловодства – соты, пергу, пыльцу. Он, кстати, представлен и в фильтрованном варианте. А ещё поможет укрепить вашу иммунную систему мёд с пергой. Мёд с пергой – это в первую очередь. С утра по чайной ложечке – это замечательная вещь для иммунитета. Иммунную систему укрепляет хорошо. А также ещё и все хронические заболевания, потому что в перге очень много полезных свойств. Ну и, конечно, на ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства – пирга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Если вы самостоятельно не справитесь с выбором, пчеловоды Михайловы придут на помощь и посоветуют мёд, который идеально подойдёт вам. Ну и, конечно, все сорта можно попробовать лично. Не пропустите! Ярмарка «Медовая феерия» работает в Центре культуры и досуга в НИЭФ с 5 по 9 сентября с 10 утра до 6 вечера. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте srov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей!